Всем привет, меня зовут Серега, Сайбербанана, и нас уже 7000 человек, ты представляешь, это очень круто. Спасибо каждому, кто нажал на кнопочку подписаться. Вместе мы сила, и я готов пилить для тебя годный контент. Кстати, сегодня я расскажу, как легко понизить вар в CSGO. Готов? Тогда с тебя лайкусик, подписочка, колокольчик, ну и поехали. Кстати, пока идет заставка, я для тебя тут подготовил конкурс. Посмотри первую ссылочку в описании. Участвуй. Стоит ли мне говорить, что такое вар? Раз ты зашел на этот ролик, я думаю, нет смысла. Просто это нагрузка на твой компьютер, исправляется ли компьютер с теми задачами, которые ты ему даешь в Counter-Strike. Понял? В общем, в двух словах, дружище, если больше единицы, твой вар, то это полная габелла. Надо с этим что-то делать. Ну давай, приступим. Как же его пофиксить? Первый способ. Начнем с самого важного момента, а именно с конфигурации твоего железного коня. Значит так, находишь, сзади меня видишь там лупа и пишешь по-английски. Так, у нас английский язык. MS Config. Конфигурация системы. Залетаем туда. После чего нажимаем загрузка и дополнительные параметры. В этих дополнительных параметрах видишь число процессоров, нажимаешь галочку и максимум памяти, также нажимаешь галочку. Максимум памяти не трогаешь, он автоматически тебе настраивает то, сколько надо. Ну, если вдруг какие-то проблемы все-таки с компьютером будут, вряд ли, но на всякий случай ты просто делишь эту цифру пополам и выставляешь ее. Но число процессоров ты выставляешь столько, сколько у тебя есть процессоров на твоем компьютере. Если ты не знаешь, сколько процессоров на твоем компьютере, просто вбиваешь название твоего процессора в YouTube, либо в Google, либо Яндекс, неважно куда, в поисковую систему. И тебе там прочитаешь и напишут, сколько у тебя ядер, потоков и прочее. У меня, как видишь, это нормально, да? В общем, выставляешь эти значения и нажимаешь ОК. Потом применить, ОК. Да, и обязательно перезагрузка, обязательно перезагрузка. Поехали ко второму пункту. Ну, а он заключается в следующем. Мы чистим твой кэш Стима. Убираем все, что ты лазил на картах, там, где ты еще ползал, в браузере, да, абсолютно все. Просто все загрузки кэша, которые были, очищаем. Что и как это сделать? Нажимаем на вот это. Вот здесь Стим, после чего настройки. После настроек, видишь, кнопочка загрузки. Заходишь сюда и нажимаешь Очистить кэш загрузки. После чего ОК. Выходит, он у тебя автоматически выйдет из Стима. Заходишь заново и посмотри, как все. Чистенько. Ну, а мы переходим к третьему способу. А это параметры запуска. Ты скажешь, что опять параметры запуска? Постоянно параметры запуска? Не можешь придумать что-нибудь лучше, дружище? У меня, кстати, есть еще несколько способов, которые не трогают параметры запуска. Если ты хочешь увидеть вторую часть этого ролика, пиши в комментариях. Хочу вторую часть. И тогда специально для тебя я сделаю вторую часть, где распишу подробно. И о консольных командах, и некоторых фишках, которые тоже замутят для тебя понижение вар. Окей? Так что же это за параметры запуска, скажешь ты? Они отличаются от тех параметров, которые находятся у меня в видео, там наверху, кстати. В повышении фпс. Ребят, вам помогло. Ну а теперь я помогаю. Как понизить вар. Есть несколько вариантов. Сначала расскажу, как это вставляется и что вставляется. А после покажу, какие параметры нужно поменять для того, чтобы вар твой упал. Поехали. Нажимаем. Правая кнопка мыши. Библиотека. Counter-Strike. Правая кнопка мыши на него. Куда ты заходишь? Я случайно запустил контроль. Итак, нажимаем на Steam. Правая кнопка мыши. Заходим в библиотеку. После библиотеки. Правая кнопка мыши по Counter-Strike. Нажимаем свойства. И после свойств здесь установить параметры запуска. Вставляем то, что сейчас ты увидишь в описании. Там будет прям подписано. Параметры запуска. Заходишь сюда. И вот сейчас я полностью все удалю. Вставлю то, что надо. Да. И смотри. Вот этот момент я уже рассказывал. Выставляешь тоже сколько у тебя ядер на компьютере. Выставляешь такое значение здесь. У меня 6 ядер, 12 потоков. На самом деле надо мне здесь поставить 12. Ну ладно, оставим пока 6. Мне этого более чем достаточно. Дальше. FPS Max. Вот это значение выставляешь то, сколько у тебя герц на твоем мониторе. Это значит... У меня 144 герца. Это означает, что FPS Max я ставлю 144. Поверь, FPS для этого будет более чем достаточно. Там 300, 600, 900. Не надо столько FPS. Если у тебя твой монитор готов выдерживать нагрузку в 60 Герц, значит FPS Max ставишь 60 Герц. Скорее всего так у тебя и будет. После чего дальше там будет FPS Max меню. То же самое выставляешь герцовку в своего монитора. И вот этот момент, force, preload, ставишь на 0. Я еще раз повторяю. Если ты хочешь увидеть вторую часть и где я рассказываю о том, что и какая команда за что отвечает, пишешь в комментариях. Я уже сказал, что хочу вторую часть. Ну и последний, самый важный момент, дружище. Вот этот Matt Quayue, как правильно читается, не знаю, мод. Важно. Тут от минус 2 до 2. Поставь изначальное значение минус 1. Это разгрузит твой процессор. И посмотри, если у тебя действительно вар упадет, круто. Если нет, попробуй поставить минус 2. Если нет, попробуй поставить единицу. Если нет, попробуй поставить двойку. То есть от минус 2 до 2 выбирай сам тот параметр. Проиграй чуть-чуть так, проиграй чуть-чуть так. И выбери тот параметр, который тебе больше всего подойдет. Понравилось видео? Сработал способ? Тогда поделись этим видео со своими друзьями. И кстати, не забывай, первая ссылочка в описании это конкурс. Участвуй. Ну а на сегодня все. С тобой был Серега, Сайбербанан. Кстати, зацени это годное видео. Ну и давай, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok